Добрый день, коллеги! Мой доклад будет про распределенную систему в ритейле, то есть первую часть я посвящу больше, наверное, ритейлу, иначе потом будет непонятно, зачем ребята всем этим страдают, почему, как бы, городят распределенную систему, зачем, как бы, почему нельзя сделать что-то централизованное, использовать стандартные, там, типовые для хайловода подходы, изобретать какие-то такие ключевые вещи. Вторая часть доклада уже будет, соответственно, больше про те методики и технологии, которые, там, ну, я, мы, не знаю, там, больше я буду говорить, наверное, на примере Селы, соответственно, как бы в компании, которая, наверное, был последний проект больше, относительно большой, успешный, который мы используем, ну, соответственно, для того, чтобы все это дело построить, и они не всегда, так скажем, сейчас в современном мире уже классические, хотя многие, там, используются по стандарту, но некоторые решения достаточно оригинальные. Ну, как бы, почему я буду об этом всем говорить, потому что последний проект был, наверное, Селы, это фэшн ритейл, ну, и в основном, главный образом, наверное, фэшн, хотя фэшн, либо технология, потому что там, где FMCG, там, где продукты, там, несколько другая история, и система другого класса, они, как бы, ну, в прошлом году на хайловоде рассказывали неплохо ребята с X5 Retail, там мне нечем добавить. В фэшне есть относительно эксклюзивная такая штука, про которую там дальше расскажу, ну, плюс еще, наверное, кейсы в нескольких компаниях, в которых мне удалось вести проекты, строить системы подобного класса, ну, соответственно, вот где-то во всех этих компаниях в том или ином виде что-то присутствовало. Ну, и недавно там узнал, что, как бы, практически один в один этот кейс повторяют, там, DNS Retail, но у них, как бы, там, в процессе расскажу, некоторые вещи сделаны даже покруче, поинтереснее. Поехали. Ну, сначала я буду, как бы, расскажу, для чего нужен оффлайн, то есть, грубо говоря, для чего вообще строить такие слабосвязанные системы, которые могут работать при отсутствии стабильного постоянного интернет-соединения, потому что, в принципе, в 2019 году, казалось бы, там эта фраза может звучать очень странно. На самом деле, вот, как бы, вот для этих ребят, в принципе, делаются оффлайн-решения, и оффлайн по-прежнему актуален, по-прежнему должен работать. Как бы, ритейл бывает очень странным, а современная тенденция идет к тому, что оно все объединяется, и, то есть, даже самый маленький ларек, он, как бы, он принадлежит к какой-нибудь крупной розочной сети. А если он принадлежит к крупной розочной сети, там, где ты, как бы, работаешь, твоя система должна работать и у них тоже. А у них, как бы, может быть интернет через мобильник, у них может быть какой-то макось, у них, у них компьютер может быть все, что угодно, куда можно воткнуть сканер штрих-кода, у кого-то даже, как бы, вместо сканера штрих-код мобильник. То есть, оффлайн, как бы, ну, вот, он нужен. И в моем кейсе я буду рассказывать, как построить систему, который может стабильно работать, когда у вас, как бы, очень много, может быть, разных точек, они могут быть территориально распределены, они должны конкретно работать в оффлайне. Даже если у вас, как бы, интернет не просто моргнул, он может не моргнуть, он может просто не быть. Вот как сейчас онлайн-касса во всех магазинах, там, раз в 30 дней появляется интернет, вот, как бы, требование к системе, раз в 30 дней интернет появляется, тогда оно может работать. Дальше. А, ну, вот, картинку все, наверное, знают, известная, вошла интернета в свое время, понаделала много шума и практически классика. Фронт-энд, бэк-энд, на самом деле, ну, как бы, в ритейле то же самое, только энд заменяется на офис, и, соответственно, фронт-офис и бэк-офис. На фронт-офисе у вас красивая касса, там улыбающиеся люди, все замечательно, кассир, который быстренько-быстренько все пробил, чек отдал вам, все, здравствуйте, до свидания. На бэк-энде работают бедные айтишники, которым это все выливается в следующую историю. То есть, в нашем, ну, и не только в нашем большинстве кейсов, это репликация 400 плюс бд, бывает, конечно, больше, намного. Они небольшие, в районе 4, в районе 10 гигабайт, ну, в нашем кейсе, опять же. Но это реальные сервера, то есть, это относительно зависимые там инстансы, которые также требуют администрирования, это не шутки. Дальше, все это дело, работа 24.7, ну, не совсем 24.7, к счастью, технологическое окно есть, но, как бы, для упрощения, мы считаем, что его нету. Потому что, в принципе, вся территория Евразии, слава богу, как бы, в случае с Элой, ну, или для Сэлой, наверное, плохо, на другой континент не переехали, но вот по всей Евразии магазины расположены. Дальше, самое интересное, это еще скажу отдельно, любой запрос к БД, это не больше 300 миллисекунд. Все это приводит еще к полному запарку оборудования. Соответственно, в ритейле, ну, как бы, знаете, там, франчайзинг, соответственно, вот тот человек, который пришел, какое оборудование у него есть, на том вы должны работать. То есть, система не может, не можете выдвигать требования к оборудованию вообще никакой, ну, практически. Вот если Windows запустился, сканер ватнулся, все, должны работать. Ну, соответственно, торговое оборудование, все, любая фигня, которая выпускается в российской промышленности, должна к этому ко всему делу подключаться. При этом, как бы, бизнес не стоит на месте, придумываются новые акции, придумываются какие-то интересные штуки, соответственно, работает замечательный e-commerce и, как бы, ну, continuous delivery, наверное, нельзя сказать, но раз в неделю релиз точно должен быть, а чаще раз в день. А раз в день, вот в такой вот истории, когда, как бы, интернет, он, как бы, то есть, то нет, это не такая простая задача, как у нас по классике. А, как бы, а где здесь Highload? То есть, собственно говоря, ну, как бы, стандартная относительная история, то есть, ничего интересного. На самом деле, Highload вот здесь. Highload — это, в принципе, вот на всем этом деле надо обеспечить стабильный отклик. Стабильный отклик, ну, 300 миллисекунд, откуда это взято, это более-менее эмпирическое значение, которое выработано годами. Если у вас там latency больше, то есть, если система не ответила за это время, то все, хана, кассиры начинают выйти, причем выйти дико. И 300 миллисекунд — это, как бы, это верхний порог, то есть, порог, после которого уже выйти точно начинают. При этом без требований к оборудованию. А если брать, там, Дальний Восток и так далее, там, там только пинги 150 миллисекунд. То есть, у вас на работу БД остается, там, 150 миллисекунд. При этом запрос — это не просто, там, не знаю, там, шкат-рехкод, вот вам товар, то есть, там, линейный. Нет, запрос — это, как бы, там, получи мне товар, к нему акцию, если понедельник, если есть дисконтная карточка, если продавец такой-то и в чеке 20 товаров. То есть, там запрос может занимать, там, 3-4 страницы. А про оптимизацию этого всего дела, конечно, можно долго рассказывать. Это абсолютно отдельная история. Там все переписано, оптимизировано. Причем один запрос должен работать на двух, на двух, вернее, даже на трех с УБД одинаково. И с одинаковым примерно стабильным временем откликает. Это непростая история, но, как бы, в принципе, оптимизировать запросы, наверное, все, кто в хайлоуде есть, уже, как бы, умеют. Это не совсем тема доклада. Ну, как бы, штатная система, с которой начинали, она только за полторы секунды этот запрос выполняла. Вот, примерно так выглядит IT-ландшафт. Там, где, соответственно, экран мобильника, это фронт-офис. Там, где задняя часть, это то, что находится у нас в бэк-офисе. Ну, и, как бы, между ними, соответственно, обмен. Начну, наверное, с последней истории. Обмен. Ну, как бы, как говорил уже, распределенная система. В данном случае, два раза буду обращаться к замечательной теореме или не теореме КЭП. В первом контексте, когда мы говорим просто о создании распределенной системы, как бы, ну, в поддержке кучи узлов, их там 400, но, на самом деле, в том кейсе, про который я рассказываю, их, может быть, там, хоть миллион. Здесь мало нарисовано, просто потому что рисовать лень. Их может быть сколько угодно. Ключевая история в том, что вот вся Евразия, вся Россия и ближнее зарубежье, оно там может находиться. В нашем кейсе были все-таки, ну, все сервера, вся серверная мощность расположена в Москве, в едином ЦОДе. Ну, как бы, окей, в двух ЦОДах. Там несколько, конечно, центральных баз, несколько центральных серверов, там они кластеризованы, и так далее, и тому подобное. Но, вот, как бы, периферийные, да где угодно, хоть на Камчатке, могут располагаться. И в данном случае с Каптиоремой нам важно, в принципе, только то, что узлы могут быть распределены. Система должна быть устойчива к разделению. Но это не всегда так. В ритейле есть как там, где АП, так и CA. То есть, в определенном контексте, дальше об этом расскажу, важна именно транзакционная целостность, к сожалению. И причем проблема не с тем, что распределите, там, система слабосвязанная, там, устойчивая к разделению, а проблема именно самая ключевая, самая стрёмная – это обеспечить при этом согласованность данных. И в одном контексте она нужна. Ну, вот так работает, в принципе, история с данными именно разделенными. То есть, там ничего, как бы, сложного. Есть центральная база, в ней собрано все, что можно. Сложные правила фильтрации, причем не только там, если магазин такой-то, то туда отправил. Нет, там есть, там, эти типы цен отправить в этот магазин, эти по-разному, эти там разделить, и так далее, и тому подобное. Оттуда и центральная база тоже, и данный код приходится, обратно только данные. Размер сообщения может быть как минимальный, там, 512 килобайт, так, может быть, и 20 килобайт достигать. В определенных кейсах о них тоже расскажу. Но самое интересное в том, что не всегда все так получается, мир не стоит на месте, у бизнеса есть определенные требования. Ну, в 90% ритейлера у бизнеса есть требования, что продажи, как только продали, чек пробили, хочу получать онлайн, хочу видеть для того, чтобы оперативно управлять, оперативно иметь возможность эти данные смотреть. Самое сложное – это бонусная система. Там данные, к сожалению, уже должны передаваться не по стандартной схеме распределенной, то есть, когда нам важна только устойчивость к разделению, а там данные в определенных случаях должны передаваться согласованные. То есть, там распределенные транзакции, там другая история. И, ну, и бонус, соответственно, тоже должен начаться онлайн. Ладно, поехали. Начну с менее интересной части, она фронт-эндная, фронт-офисная. Соответственно, сначала, наверное, самое такое классическое – это 400 плюс UBD. UBD у нас либо PASGRESS, либо MSSQL. То есть, MSSQL, там есть версия экспресс, которую можно поставить работать везде, где не лень, если база до 10 кг. Ну, соответственно, если база может вырасти больше, то ставится PASGRESS. Как это все дело администрировать? Ну, там на самом деле рецепт только два простых. Они как бы просты до безобразия. Первый – это хорошая документация, потому что техподдержка работает 24.7. И нормальная база знаний – это нормальный сон инженеров. То есть, если техподдержка, которая сидит, как бы, ну, не только в Москве, а по всей России, то есть, как бы, в некоторых дальних регионах, если это другой часовой поезд, техподдержка просто сидит в том регионе, в котором, как бы, нужно людей обслуживать. И если что-то сломалось, люди должны знать, что делать. Если что-то сломалось, люди не знают, что делать, соответственно, как бы, они звонят в Москву, кого-то будет, и что-то страшное происходит. Ну, соответственно, по всем региональным офисам, в том числе и по магазинам, должна быть единая база знаний, должна быть доступна, должна быть с поиском, должна цифровать существующие. Мы взяли DocuWiki, потому что, ну, конфлюенс, конечно, хорош, но в случае, если надо вот всем вот этим вот, включая партнеров, франшизеров, которые, там, платят какие-то копейки в месяц, обеспечить недоступ, ну, как бы, конфлюенс дорого, да, и медленно. Вот, поэтому у нас DocuWiki. Ну, и, соответственно, классическая история администрирована только сценарием, только, как бы, нажатием кнопочки, никакой, там, специалист техподдержки не может, не знаю, вручную взять и, там, снести сервер, потом поставить новый. Нет, у него для этого есть сценарий, у него для этого, там, единственное, что сотрудник техподдержки ставит сам, это он ставит средства, собственно говоря, администрирования нашей собственной разработки. Почему собственной разработки, дальше расскажу. Так, теперь, вот к этой интересной части. Да, на фронте 1С. Но, конечно, не такая. 1С современно выглядит немножко по-другому, это абсолютно, как бы, уже нормальный интерфейс. Если кто-то видел фронты, УКМ, а там все намного страшнее, это все ставится на посты, это все достаточно юзер-френдли, даже имеет веб-интерфейс. В случае, если в магазине, там, несколько человек, там, кто-то с мобильника заходит, кто-то что-то делает, то есть, это не такое, прям, все страшное, что думали раньше. Но, в случае, как бы, с распределенной системой, которая должна работать абсолютно везде, принципиально, именно другая история, что, как бы, это все дело, оно, как бы, на самом деле, на эти все плюс плюс. И там не требуется ни GVM, ни .NET, ни, дай бог, ничего-то еще такого страшного, что для компьютера, который был закуплен лет 10-15 назад каким-то партнером, и теперь он его отнес в магазин, это критично. Вот это дело работает шустро, если ребята, как бы, оптимизировали как-то более-менее запросы, написали их по-человечески, и все это дело как-то вертится, то, в принципе, время отклика стабильное. Ну, плюс, как бы, веб-клиент невозможен как таковой, естественно, много рассматривали, дальше я скажу. Силу того, что нужно оборудование, некое оборудование, оно работает только с компортом, работает с некой иммутацией компорта, в общем, это достаточно сложная история, и, как бы, веб-бейст обеспечит, достаточно трудно. Ну, то есть, как бы, вот так это выглядит. Есть плюсы определенные. Самый главный плюс даже, на самом деле, не в том, что, как бы, что-то технологическое, нет, на самом деле, требования бизнеса, от которого никуда не уйдешь, дикий голод кадров, соответственно, кассиры, который видел Одинеску хотя бы хоть раз, его найти просто проще. Поэтому, если даже придешь, там, скажешь, ребят, как бы, хочу что-то другое, мы тут вот что-то разработали, а эти попытки были ни раз, ни два. Говорят, ребята, а как вы теперь людей научитесь сделать интерфейс такой же, тогда мы еще рассмотрим. Дальше, соответственно, вот этот зоопарк торгового оборудования, которое может быть абсолютно любое, слава богу, Одинесу поддерживает за нас, нам не приходится, как бы, самим разрабатывать каждый драйвер. На это можно повеситься. Ну, и все, что придумывает российское законодательство, вроде ЕГАИСов, ШУБАИСов, 54ФСЗ и прочее безобразие, но поддержки с коробки. Но за это нам приходится платить технологическими сложностями. Так, фронт-офис. Ну, как бы, там еще куча функционала. Это к тему того, что разработка с нуля, это достаточно сложная история. То есть, на самом деле, фронт-офис, это там и перемещение товаров, инвентаризация и прочее. В общем, все, чем магазин работает, у FMCG этого меньше, просто у фэшн-ритейла там перекалейки ценников, акций и прочее безобразие. Чем нам приходится за это дело платить? Мы не можем обновляться в онлайне практически, как бы, никогда. То есть, не можем просто, там, взять alter table, написать, отправить, сказать, ребят, вот, как бы, теперь в табличке есть новая колоночка. Нет, это требует монопольного режима работы, и пользователи, как бы, в это время с БД работать не могут. В принципе, конечно, хорошо бы это делать, если такого нет явного запрещения, но вот, нас ставят у нас такие условия. Ну, а как же я вам тогда рассказываю все про 24.7, что мы тут работаем онлайн. Понятно, что, как бы, в магазине-то все это дело можно сделать. Там, пожалуйста, ребят, там, у вас 10 человек, 5 минут подождите. А в центре все, как бы, предельно просто. Две базы распределения пользователей. Все пользователи перешли в одну базу, одна обновилась, работает в другой. Потом все работают во второй, вторая обновилась, работают, переключились обратно в первую. Стандартная, в принципе, история. Так, теперь, о, не влезло. Как мы управляем конфигурацией? Централизованно управлять инфраструктурой и приложениями. Это, как бы, ну, понятно, в какой-то момент времени, слава богу, современный мир, он живет по Agile. И когда этот проект начинался, в один прекрасный момент мы поставили, что, ну, как бы, систему управления конфигурациями и приложениями, мы уже найдем, ребят, там, вот такой вот зоопарк. И бизнесу сказали, что, не, мы займемся с разработкой, управление конфигурациями, что-то придумаем в процессе. В процессе, к сожалению, нам пришлось там в свое время тормознуть проект основной, потому что мы продолжили, а теперь пора уже этим управлять. То есть пилот запущен, все хорошо, все вроде работает, крутится, но, как бы, чем управлять? То есть, как, собственно говоря, эти 400 там серверов администрировать централизованно? Ну, плюс, как бы, сама DNS, там тоже большая история. В общем, мы стали выдвигать требования. Сначала это, конечно, пул задачи, должно быть, а не пуш. То есть, по умолчанию, многие системы работают по пуш, потому что, как бы, ну, на сервер открыли порт, отправили туда сообщение, сделали какое-то событие. А в случае с ритейлом, это, соответственно, куча, куча, куча узлов, на которых нету белого IP-шника, на которых вообще шлюза интернет может нет, там вообще может мобильник. И у нас самые, так скажем, популярные системы уже отсюда из списка исчезли, потому что там предполагается пуши. Вторым нашим требованием было, как бы, ну, не представляете, сколько компьютеров еще с Windows XP работает. Его тоже надо поддерживать. Слава богу, хоть уже Windows 98 удалось отбиться. Там, как бы, ну, Ubuntu или MacOS тоже можно стоять, без проблем вообще. А у нас исчезла еще парочка систем, которые на Windows XP не работают принципиально, да и никогда не будут работать, да и зачем. Ну, вот, как бы, две очень устойчивых. Третье требование. Мы, как бы, поняли, что нам еще нужно, кроме всего прочего, это все дело надо как-то мониторить. То есть, нужно собирать там метрики, нужно собирать логи. Логи надо отправлять в центр. Об этом, как бы, еще во второй части доклада отдельно расскажу. И стал сек, и Terraform могут решать задачи мониторинга. А вот это требование, оно очень интересное. То есть, зачем вообще, как бы, системы проявленной конфигурации, зачем заместить с дистопом? Все просто. Люди работают. Нужно обновить базу. Обновить базу нужно срочно. Пролетели новые акции, пролетела новая конфигня. У нас Continuous Delivery. Здравствуйте, ребята. Это, как бы, обновление срочное. Это все дело в фоне мы сделать не можем, потому что кто-то добавил колоночку в какую-то табличку. Поэтому, ну, все, наверное, видели вот это надоедливое, замечательное, крутое сообщение Windows. Там, ваш компьютер будет перезагружен. В Mac OS то же самое. Выберите время, когда он будет перезагружен. Там, если в это время не перезагрузились, еще одно время, потом пять раз отложил, на третий, на шестой тебе дали 10 секунд, перезагрузились за тебя. Вот мы делаем то же самое. Прямо даже то же самое, прям даже с такими же историями. То есть отложить, отложить, отложить. А вот теперь отложить уже нельзя. У вас есть пять минут, чтобы обслужить людей на кассе. После этого последние из популярных систем управления конфигурациями от нас слились, потому что, как бы, ну, это никто предусмотреть не мог. И такого кейса использования, к сожалению, нет. Ну, более того, нам это все дело нужно как сервис. У нас очень молилась техподдержка не поддерживать кучу GVM-ов, потому что система старая, и GVM есть далеко не везде. Даже .NET, как это ни странно, есть далеко не везде. Ну, и последняя история. В 1S есть свой скриптовый язык, для которого решено очень большое количество, большое количество задач администрирования. Там, OneScript, это, грубо говоря, то, что язык 1S не транслирует свой скриптовый, некий такой подобие Shell. Ну, как бы, и очень сильно попросили, ребята, сделать и поддержку его тоже, потому что, да, чуть-чуть, приписывать на Python, на PowerShell, ну, не хочется. А, на PowerShell нельзя, да, потому что и XP-хи, и линухи. Ну, поэтому, на самом деле, как бы, вот эти костыли делают, блин, вот все ритейлеры, которых видел, они все делают это. То есть, даже DNS, даже, как бы, кто-то крупный, у всех какая-то вот своя система, к сожалению, централизованная. Я не видел, чтобы кто-то что-то придумал. Простите. Вот так это выглядит. Разработано относительно быстро, на коленке. У нас выглядит вот так, у других, ребята, это выглядит по-другому. У DNS есть свой центр администрирования, у DNS есть что-то свое. Я это рассказываю не просто похвалиться, на самом деле, как бы, ну, это все, как бы, у меня на GitHub выложено, открыто. Это, там, можно посмотреть, в принципе, внутреннее использование, но, как бы, кто запрещает. Сейчас уже на NetCorp переписали, поддерживаются плагины, пул задач, лонг-пулинг сделан нормальный. Состоит из трех-четырех элементов, но на клиент ставится агент плюс агент-монитор. Агент, соответственно, это сервис, который все задачи администрирования затягивает из центра и выполняет. Агент-монитор – это именно та фигня, которая показывает надоедливые сообщения кассирам о том, что, ребят, закройте вашу систему, выйдите из базы. Shedler – это сам сервер, который может задание по расписанию запускать в нужное время, под каждый магазин настраивается свое время, состраивается расписание, еще что-то там страшная, на самом деле, история после эксплуатации там расписаний прорва. И монитор, собственно говоря, визуальная часть, ну, Windows Forms, никто особо не заморачивался. Вот так сообщение выглядит, которое кассир видит. Ну, одно из. Дальше расскажу про резервные копии, которые происходят на фронт-офисе. Резервные копии на фронт-офисе, они, в принципе, нужны, но как бы не особо. На самом деле, смысл примерно в том, что если оборудование старое, если там никаких рейдов, если там непонятно что стоит, а баз данных все равно будет потеряна. То есть с этим, на самом деле, несколько раз пытались бороться, пытались делать бэкапы регулярные, пытались включать фулл модель рекавери, какие-то средства резервные копии для постгресса стоят, что мы только не делали. Короче, это все бесполезно. На самом деле, потеря БД, она все равно будет, потому что отказа оборудования здесь не предотвратишь, и нормальное средство администрирования, если вот куча инстансов на всякой фигне, его все равно не сделаешь. На что надо обратить внимание? Надо обратить внимание на то, чтобы узел восстанавливался быстро. Ну, в нашем кейсе, как бы, там все элементарно. У них два ярлычка. База локальная, база центр. Если вдруг, ну, плюс база локальная, соответственно, если она недоступна, то автоматически переадресуются на центр. Если, как бы, она доступна, но им что-то не нравится, они увидели, что там что-то частично разрушилось, не дай бог, какая-то там транзакция повисла, еще что-то случилось, они запросто работают в центре. Ну, воют, потому что, как бы, с интернетом проблемы, но, тем не менее, работоспособность восстанавливается. А последний кейс восстановления работоспособности, потерянной абсолютной БД, занял 20 минут. Ну, то есть, грубо говоря, в районе 20 минут занимает, как бы, восстановить узел с нуля. Если говорить о том, сколько будет на слабом оборудовании, там, 10 гбайт, восстановить из бэкапа, примерно те же самые, там, 15-20 минут. Соответственно, в кейсе вот с такой системой, которая реально распределена, которая должна работать на всем, потеря БД нормальной ситуации. С этим, как бы, надо смириться и надо сделать нормальный механизм ее восстановления. Ну, то, собственно говоря, в локальной БД работают, потом, как бы, создается новая база данных, в центре сбрасывается сообщение обмена, и происходит полная репликация тех узлов, которые здесь существуют. Все хорошо, все, как бы, вот это уже закрутилось, это уже работало, большой узел, а технологический затык возник в одном месте, с которым уже такая система не смогла справиться, к сожалению. Большой объем общих данных. Начал работать нормальный маркетинг, появились, как бы, карточки, которые, там, не знаю, каждый чек, это запись БД, то есть это, там, не знаю, там, плюс, там, 500 килобайт к обмену. Соответственно, потом это все дело начинает гулять по всей сети, и, грубо говоря, сообщение обмена состоит из 99,999, из общих данных, вот из этих, там, самых интересных исконных карточек, а все остальное, там, вот эти вот мелочи, чеки, которые передаются. У нас стали большие сообщения, у нас стала большая репликация, она стала проходить очень долго, она была близка к тому, чтобы завалиться, и, в принципе, ну, как бы, это завалиться можно. По-хорошему, в определенной системе, как бы, общие данные, это, в целом, как бы, ну, это плохо. То есть, чем их меньше, тем они проще и красивее управляются, тем лучше. Ну, вот так у нас выглядит, там, центральная БД, да, там, когда общие данные занимают, там, какой-то объем, а все остальное, там, немножко специфично для одного, для второго, для третьего магазина. Это не все страшно, ну, там, общая, там, БД, она, там, терабайт, не знаю, там, ну, в терабайтах измеряется. В БД магазине, соответственно, там должно быть, ну, в нормальных пределах, нормальный предел у нас 10 гигабайт. Если БД магазина полностью почти занята общими данными, кроме того, что это тупит, это неудобно, это стремно, там есть определенный нюанс. Абсолютно правильно построена система, она пытается поддерживать транзакционную целостность. При обмене все-таки старается какая-то транзакционность, чтобы никаких не было коллизий, чтобы не могли прийти частичные данные, чтобы они не могли быть перезаписаны кем-то и так далее и тому подобное. Это требует достаточно больших накладных расходов. Плюс репликация, регистрация изменений тоже с поддержкой лизии. Это сложная, большая история, но, как бы, будет тупить. Плюс репликация достаточно сложно в случае, как бы, с 1С или с классической революционной БД что-то поиграться и что-то с ней сделать. Плюс репликация, она чаще всего, все-таки, они завязаны на какие-то центральные узлы, через которые все дело проходит. Нам же хотелось, как бы, репликацию, чтобы вообще вот все со всеми, где там есть малейший белый IP-шник, чтобы система реально использовала всю свою распределенную мощь. Ну, как бы, а из этих данных, из общих, по факту, используется достаточно мало. Они просто должны быть синхронные. Зачем карточки синхронные? Потому что, как бы, появился онлайн, появился интернет-магазин. То есть чувак завел себе карточку, вернее, его друг где-нибудь там в соседнем магазине или в соседнем регионе завел карточку, он хочет ей воспользоваться. Там, пожалуйста, welcome. Заходит с мобильника, у него его там нету, потому что это все не попало еще в интернет-магазин, либо там в соседний магазин он пришел, а там обмена не было день почему-то. Это, на самом деле, большая сложная проблема. То есть отменить обмена нельзя, а, как бы, поддерживать очень сложно. И это не данные факта. Это именно справочные данные, которые, как бы, общие для всех. Что в этом кейсе мы попытались сделать? То есть, ну, как бы, сначала сформулили требования. Нам нужна быстро реплицировать однородные данные. Нам нужна мультимастер-репликация. Это все должно быть, естественно, простое в настройке и практически, чтобы так же работало везде, где только можно воткнуть. На самом деле проблемным оказался последний пункт, потому что, чтобы работало везде, это не для всех решений. После долгих поисков вот такая фраза привлекла внимание, что CoachDB, на самом деле, как бы, очень неплохо с аппликацией. Об этом, в принципе, все, как бы, заявляют, но, как бы, в CoachDB мы реально проверили. Реально работает, реально работает неплохо. Причем мы можем делать вот так вот. Можем там сказать, слушай, реплицируйся. Ну, пример с Localhost, да. Ну, можно сказать, реплицируйся с 10 узлами, там, пожалуйста, вот есть в магазине там в каком-то базе, там есть белый IP-шник, пожалуйста, реплицируйся с ним, не надо реплицируйся с центром. А еще, может, вот с тем магазином. А если еще здесь узел, еще вот с тем. И, грубо говоря, таким образом выстроена такая сеть репликаций, которую завалить, ну, как бы, очень сложно. То есть, должно упасть только все вместе. И то, причем, вот, CoachDB, ее, как бы, свойство, что вот ты один раз там настроил, причем настройка, она выглядит, сейчас, секундочку. Она выглядит вот так вот, визуально. То есть, реально, если кто-нибудь настраивал там репликацию там в MySQL, там в подгрессе, не дай бог в MSSQL, особенно мердж репликацию, когда вот там все куда угодно, может быть мультимастер, там повесить здесь просто вот три строчки. Ну, в нашем кейсе это, конечно, там отправка одного простого, очень простого JSON-чика. И все, пожалуйста, все работает. Причем там, под капотом там Erlang. То есть, Erlang это вот то, что там поставил везде, где хочешь, и оно как бы запустилось. Это все достаточно устойчиво там к разным проблемам. То есть, даже там бывало, компьютеры летели, диски сыпались, а CoachDB там выживал до последнего. То есть, она живет однозначно больше любой революционной BDE, живет стабильнее, чем Postgres, живет почти на всем. Стоп. То есть, в нашем случае, как бы, CoachDB просто вот он эту ситуацию спасал. Причем это все дело реплицируется. Ну, то есть, поставил и работает, и забыл. Ну, не забыл, только получилось в центре. В центре, конечно, там пришлось сделать балансировку. Там, естественно, там Nginx, между ними там 3-4 CoachDB сервера. И дальше, соответственно, уже Nginx распределяет кому что, кому и запрос на репликацию. А один все-таки может завалиться. Там нету, как бы, полноценного кластера, но он нафиг не нужен. Все как бы и так. Вся репликация проходит то, что надо. Если бы, как бы, на этом всем деле можно было бы построить там 1С или полную систему, пожалуйста, мы бы, на самом деле, перешли бы на нее. То есть, для вот таких слабосвязанных систем, которые работают на всем, на чем угодно, прям ноу-хау. На самом деле, ну, думаю, что здесь все-таки есть достаточно большая часть, если не большинство, веб-мобайл-разработчиков, которые думают, блин, что-то чувак нам рассказывает. Коуч ДБ работает не только, в принципе, как некое решение для дистопа, для оффлайна. У него есть младший брат по Уч ДБ. Абсолютно интересная история. Как бы баз данных, которая разворачивается прямо на клиенте, прямо в JS, прямо на фронте. В принципе, ну, этим никого не удивишь. А удивишь тем, что по Уч ДБ поддержит полностью репликацию, алгоритм репликации коуч ДБ. То есть, грубо говоря, на беке стоит коуч, на фронте поуч, и все это дело успешно, как бы подтягивает данные на фронт, любые, которые существуют. То есть, на фронте можно сделать такой полноценный оффлайн, причем оффлайн абсолютно стабильный, причем без каких-то затрат. Ну, потому что все, о чем я рассказываю, оно как бы направлено в основном на историю с оптимизацией затрат, потому что Коуч ДБ, оно вообще, оно как бы есть, не просит, и может работать на всем, на чем угодно, и как бы репликация все-таки не кластеризация. И у Коуч ДБ есть старший брат Коуч Бейс. Если все-таки нужна там low latency, нужен полноценный кластер, нужно кВ какое-то хранилище, то, соответственно, в Коуч Бейс это все есть, при этом поддерживается тот же самый замечательный и крутой алгоритм репликации из Коуч ДБ. То есть, мы можем поставить Коуч Бейс на бек, и Коуч ДБ используется на фронте. И это все дело будет стабильно, круто, быстро, реплицируемо. И даже, как бы, я так понимаю, что ребята из Коуч ДБ под эту всю тему разработали целую концепцию, и ее активно поддерживают, говорят, что offline first. То есть, вы, грубо говоря, сначала обеспечите работу ваше приложение offline, а потом уже думаете обо всем остальном. Ну, как бы, по Коуч ДБ, соответственно, используется предельно просто, ничего хитрого нет. Тоже, как и в Коуч взял, сказал, реплицируйся отсюда, и оно, как бы, у вас на фронте все данные получили, дальше вы можете с ним на фронте работать. И, как бы, ну, в нашем случае несколько решений, и, в принципе, мы так и сделали. Работает быстро, работает красиво, работает устойчиво. Так, теперь к беку. На беке вот с этой историей было самое все сложное, интересное. Здесь у нас уже с капа потребовалось не АП, а CA. Ну, по факту нам C потребовалось. На самом деле стабильность ее, как бы, ну, отказоустойчивость можно обеспечивать, но в случае с нашим интерсоединением, как бы, как таковой CA, наверное, невозможен, не настолько принципиален. Важно реально C. Если сравнить бонусную программу, которая есть в любой рознице, она очень сильно похожа на, как бы, систему визы. Вы можете списать деньги, списать бонусы, зачислить деньги в банкомате, зачислить бонусы, расплатиться бонусами, расплатиться в онлайне, узнав баланс. То есть, по большому счету, как бы, процессинг бонусов, он от процессинга банской карты не так далеко и ушел. То есть, там те же самые операции, только если у банка на это есть, там, вот столько вот денег, у розницы, на это дело денег нет, поэтому покупаются какие-то решения. Решение купить, как бы, ну, не проблема. Мы выбрали Манзану, потому что, потому что, потому что, дальше расскажу. Проблема начинается вот в том, что транзакция на фронте начинает выглядеть вот так. То есть, ну, как бы, она так и раньше выглядела. То есть, обычно транзакции, там, взяли Begin Transaction, что-то сделали в базе и Commit Transaction. В рознице нифига подобного. Begin Transaction, потом Banks Terminal, потом печать чека. Ну, с оборудованием мы уже, как бы, слава богу, научились. Работа там есть, там, драйвер, у них есть специальные свойства, что, как бы, транзакция завершена, транзакция откатить. Там транзакции тоже так поддерживаются. Там уже все ребята привыкли, все производители оборудования уже с этим смирились. И вы даже, наверное, могли наблюдать, там, оплата по банской карточке не прошла, чек отменен. Вот это все красиво за счет того, что, как бы, поддерживают транзакции вот такие. В базе данных в это время ничего не образовалось. А в распределенной системе, если вы транзакцию завершили, а потом пробили чек, ваш чек мог уйти в центр. Вот это вот уже проблема. А, соответственно, если вы поддерживаете транзакции, то вы не можете ее зафиксировать, у вас обмен в это время не пройдет. Ну, то есть, это такая история. А вот проблема, когда сюда добавляется еще одна фигня, замечательная система с бонусами. Вот тут начинаются трудности. Потому что все это дело транзакцию проводит не только локально, но еще и через интернет. Здравствуйте, распределенные транзакции. Там, где есть распределенные транзакции, там есть что-то. Там есть распределенные дедлоки, которые хрен отловишь, на самом деле. А в случае, если на фронте вот такая вот история происходит, там никакого там координата распределенной транзакции, ничего, ну, это не поддержишь. А что остается делать? Собственно, надо обеспечить более-менее стабильный отклик вот от этой системы. Она не будет уже централизованной. Она уже не будет распределенной, она уже будет централизованной. Почему? А потому что, если вы, не дай бог, там, списали деньги вот тут, оно в центр не ушло, чувак быстренько... Причем, в нашем случае, так делаем. Мы пытались распределенное сделать. То есть, в синхроне данные отправлять, кто нам, зачем в транзакции, то есть, списание бонусов, зачем это? Элементарно. То есть, человек стоит на кассе, причем, знаете, покупатели такие умные, стоит на кассе, ткнул там, пробить чек, пока чек пробивается, опа, и в интернет-магазин заказал. Интересные истории. Люди додумываются до всего, чего угодно. Более того, если вы в банкомате, допустим, посмотрите, если вы там положите в банкомат деньги, то к вам иногда там они, ну, у некоторых банков сразу придут, то у некоторых банков вы в мобильном пространстве не сразу видите. А вот если вы попытаетесь списать, соответственно, вам списать, если у вас денег меньше, чем нужно на эту покупку, не даст. Соответственно, как бы, ну, в банках работа примерно так же. Списание происходит в транзакции, а зачисление в синхроне. Сейчас скажу еще одну ужасную вещь. Сервера на AWS — это плохо. Сервера в случае, как бы, вот с такой историей, которая существует, сервера на любом облачном сервисе — это плохо. Мы пробовали сначала две облачных CRM, на одной достаточно работали долго, то есть там тоже самое там списание, начисление бонусов, но там получается такая история, что, как бы, облачное, все нормально, все, как бы, ну, сервер переехал, ребят, теперь у него, как бы, ну, DNS тоже, IP-шник другой, либо он уже теперь в другом хостинге, ну, и это нормально абсолютно, то есть, как бы, сервера имеют право миграции куда угодно. Но только в случае с ритейлом, как это происходит? Вот через централизованную систему, со всех хостов отправляются, и причем это обязательно надо делать, отправляются пинги до этой самой бонусной системы или системы процессинга карточек, пинг обязательно надо проверить, трассу обязательно надо проверить, это, как бы, нужно делать, да, хотя бы через, там, интернет-сервис какой-нибудь там пинг-тест нужно обязательно пропустить, если вдруг, не дай бог, с бонусами или с любым другим процессингом карточек приходится столкнуться. Пинги выстраиваются таким образом, чтобы не были больше 100 миллисекунд. Если там больше 100 миллисекунд, меняются провайдеры. Иногда мы в каких-то там случаях, не знаю, провайдера убирали проводочек, ставили мобильный интернет, мобильный интернет работал быстрее, просто потому что провайдер, он, как бы, не… он нормальный человек, и он, как бы, построил нормальную трассу. Провайдер, который был, там, в этом торговом центре, у него трасса была где-то через Соединенные Штаты, у кого-то через МКС, там, то есть мы видели пинги, там, по 3000 миллисекунд из середины России, и это, как бы, ну, это нормально, то есть люди работают как могут или как хотят. Соответственно, когда вот, представляете, вот, все пинги выстроили, все хорошо, все, везде 100 миллисекунд, наконец-то, техподдержка радуется, магазины могут нормально списывать бонусы, приходит следующий день, все заново. А у ребят, ну, просто, знаете, ну, блин, ребят, мы подумали, что, как бы, вот там вот хостинг, он, малость, дорогой, как бы, у нас все сервера, они сюда переехали, ну, как бы, у нас же ничего не поменялось, у нас, как бы, все так же, то есть, а все трассы стали другие, и здравствуй, до свидания. После определенных мучений мы выбрали селхостр решение, даже более того, мы расположили его строго в одном дата-центре, то есть там, как бы, там ничего хитрого, там один msql-ный фейловер, и все, то есть один айпишник, он всегда один. Даже если он упадет, это будет не так страшно, если это начнет куда-то переезжать. Ну, и, соответственно, каждый новый узел, когда там магазин новый открывается, обязательно отправляется пинг, выбирается тот провайдер, с которым может иметь нормальный, стабильный пинг. Это важно. Дальше все более-менее стандартное. То есть про то, что я говорил, там у нас продажи, логи, мы используем логирование, все, что происходит в магазинах, оно должно проходить. Там есть, на самом деле, технический лог и пользовательский лог. С пользовательским логом чуть сложнее, потому что его много, технический лог, он, как бы, чуть проще. Ну, там, как бы, все передается в Kafka, ClickHouse, Elastic и в 1S. Ну, единственное, как бы, отличие, что 1S Kafka не поддерживает, и приходится использовать такие некие костыли, как Confluent REST Proxy. Ну, то есть это некая история, которая позволяет там в Kafka отправить HTTP запрос, а он, соответственно, дальше уже попадет туда, куда вам нужно. С ClickHouse вообще все замечательно. В ClickHouse, как бы, для Kafka есть специальный адаптер, создается MATLAB VIEW, и он, как бы, порциями данной подсасывает, тогда, когда ему надо, вообще очень круто работает. Elastic тоже с Kafka напрямую интегрируется, там тоже все достаточно просто и легко. Ну, а в нашем случае это позволяет, там, если все магазины со всех узлов начали бомбить резко продажи и так далее, там подобное, а в центре у нас что-то засыпалось, или, там, не успевает все дело переварить, оно на какое-то время в Kafka аккумулируется. То есть мы, в принципе, никаких продаж, ничего не теряем. Ну, и бонус, соответственно, это особенно важно. ClickHouse. ClickHouse мы используем для хранения логов. Это, как бы, ни для кого не новость, это все просто и понятно. Ну, единственное, что, как бы, я много говорю про экономию, и здесь не потому, что модно, а потому, что очень экономично. Сначала мы пробовали хранить логи в Elasticseuch, как это принято, даже и LKStag там был, все это дело. Но суть такая, что у нас подсистема хранения логов получилось по ее, как бы, объему инфраструктуры, которая под нее была задействована, подсистема хранения логов получилась примерно такая же, как и продакшн. То есть, Elasticseuch очень прожорлив. Для кого-то это не имеет большого значения, для ритейла это имеет огромное значение. Ну, меня просто не поняли. Когда, Олег, ты хочешь хранить под логи столько же серверов и столько же денег, сколько мы платим за все остальное? Зачем? Ну, действительно, зачем? Собственно, дальше критерий было, что взяли логи в базовом своем варианте, сжали их с зипом, посмотрели, сколько получилось, и после загрузки в СУБД проверили, сколько это получается после загрузки. На самом деле, за счет колоночного хранения в Кликсаусе получается больше, но ненамного. А по факту пользовательский логик, когда используют, что там, такой-то пользователь провел такой документ, что-то удалил, где-то смухлевал, и вот для этого все делать нужно. Как правило, это выбирается по конкретному магазину, по конкретному пользователю за конкретный период, и даже по конкретному объекту анализируется. То есть там все равно есть отборы, можно использовать индексы, когда можно использовать индексы отборы, здравствуй, Кликхаус, там не нужен платекстовый поиск. И в 99% системах логирования это именно так. То есть как бы эластик, он для этих целей, ну, не совсем подходит, особенно если хочется сэкономить. В нашем кейсе, как бы, ну, антифрод решаем вполне успешно, в Кликхаус грузятся какие-то терабайты, которые превращаются в мегабайты, гигабайты и так далее. Там сейчас, по-моему, вообще сама система логирования не больше терабайта, в силу того, что очень неплохо сжимается. Ну, плюс через кавку это все грузится очень быстро, успешно и хорошо. Вообще проблем не вызывает. А на местах мы, как бы, регламентом логи иногда чистим, их, как бы, там практически нет. Эластик. Эластик, тем не менее, не ушел. Эластик не ушел, потому что есть еще технологические логи. С технологическими логами все достаточно сложно. Ну, там, как бы, реально сложно. Вот это официальная рекомендация, ребята, как вам расследование некоторых технологических трудностей в единственных тех журналах. Там поток сознания, который парсится, там, иногда, грепом, иногда, ВК, там, вон, перловые скрипты есть, там, ничего только не присутствует. То есть, нам говорят, если хотите найти утечки памяти, используйте вот такую строчку. Ну, конечно, как бы, собрать текстовые файлики и запустить на них, там, в консоли какую-то команду, это не очень прикольно. Мы себе для этого дела все грузим в Эластик. В Эластике тоже там настроили некоторые отборы, запросы с регулярками, и их для этих целей используем. Во-первых, ничего не надо руками писать. Во-вторых, все работает быстро, просто удобно и без перебора куча лишней информации. Так, ну и, соответственно, было бы неправильно, если бы все это дело не собрали в красивые дашборды. Красивые дашборды собираем в графан, туда получили еще Zabbix. Туда хорошо получается и как Clickhouse, так и к Эластик. Можем видеть красивые картинки. В общем-то, в принципе, все, что хотел рассказать. Спасибо за внимание, вопросы. Боюсь вас огорчить, времени на вопрос у нас совсем не осталось. Осталась возможность и необходимость поблагодарить нашего спикера за первый доклад, за открытие нашего зала. И мне кажется, надо поблагодарить не только аплодисментами, но и что-то ему подарить. Аплодисменты — это по вашей части. Я же думал подарить. Продолжение следует... Продолжение следует...